Всем привет! Меня зовут Скретч, и сегодня я пройду Майнкрафт за Капитан Марвел. Погнали! В общем-то, ребят, совсем недавно я провел опрос в сообществе на ютубе, за кого следующего пройти Майнкрафт. И большинство проголосовало за Капитан Марвел. Именно поэтому я сегодня стану Капитан Марвел и пройду этот Майнкрафт. И первым делом, конечно же, облутаем стартовый сундучок. Куда ж без него? Ну и заберем факела. Они нам тоже очень сильно понадобятся. И вы меня спросите, Скретчи, а как ты собрался становиться, Капитан Марвел? И на самом деле все безумно просто. Мне необходимо найти корабль Кри и сразиться с ними. И после того, как я с ними сражусь, кое-что должно произойти. В общем, все увидите. И на самом деле я уже вижу корабль Кри, потому что я заспавнился неподалеку от него. Так что погнали туда и посмотрим, что там будет. Так, ребят, на меня уже бежит один Кри, и это не к добру. И знаете что? Я, пожалуй, побегу, скрафчу себе меч. Потому что драться деревянным топором, это не камильфо. И мне кажется, он безумно сильный и убьет меня с одного удара. Так что будем максимально осторожными. Так, Кри бегут туда. Точнее, на меня. Так что быстрее, ребята, с вами нужно добыть булыжник. Для того, чтобы себе создать каменный меч. Господи, как глубоко пришлось копаться. Теперь выбираемся отсюда. Надеюсь, меня никто здесь не поджидает. Они бегут. Это очень опасно. Так что давайте быстрее скрафтим с вами верстак. И, конечно же, скрафтим себе меч. Булыжничек. Раз. Палочка. Два. Готово. Забираем верстак. Ай-яй-яй. Хотя бы они не убивают меня с одного удара. И это меня уже безумно сильно радует. Хотя я знаю, что есть шанс, что Кри заспавнится сразу с топорами. Офигеть, я их убиваю с пяти ударов. Это очень опасно. Хорошо, что я не сразу со всеми начал сражаться в этом корабле. И это безумно круто. Так, ладно, по-моему, мы перебили всех, кого только можно было. А нет, ребят, кто-то еще начал отсюда выползать. Так что... О, смотрите, он с каким-то топором, который пол хп мне сносит. Э, братишка, ты куда? А ну-ка давай до свидания, не надо со мной тут так сражаться. О, с него выпала эта штука. Кри Батл Акс. И это покруче, чем наш каменный меч. Этим мы и будем драться. Так, больше здесь вроде никого нету. И кто-то тут плавает. Так, ну это безобидные. Так, ну получается, мы перебили всех. Кроме одного, главный Кри. Но для начала я хотел бы их обворовать. Уру какой-то, вибраниум, иридиум. Также метеориты, железка. Ну, давайте на всякий случай все это заберем. Мало ли понадобится. Супер. И давайте теперь поговорим с главным Кри. Только подождите, здесь еще один братишка, и он негативно к нам настроен. Странно, что главный Кри ничего не предпринимает. Ладно, давайте с ним поговорим. Ты меня удивил, перебил армию всех моих Кри. Ты очень силен, но можешь стать еще сильнее. Ты же этого хочешь? Конечно хочу. Кто б сомневался, я могу дать тебе силу, которая принадлежит нашей расе. Но учти, совладать с этими способностями сможет не каждый. Ну, я готов, что нужно сделать? Мы прилетели на вашу землю не просто так. Дело в том, что только на вашей земле есть необходимые ресурсы для нас. Если ты сможешь их достать, то получишь силу. Я достану все, что нужно. Прекрасно, вот список, поторопись. И мне дали новое здание, которое называется Капитан Марвел. Мне необходимо принести редстоуновый блок, молоко и алмазик. И на самом деле, в принципе, это изи, учитывая то, что у меня уже есть дофига железа. И мы можем скрафтить себе железную гирочку. Ну и также себе можем скрафтить ведрышко. Один кусочек железка, конечно же, мы оставим на зажигалку. И знаете, первым делом, перед тем, как отправляться в шахту за редстоуном и алмазами, я хочу найти корову для того, чтобы добыть немного молока. И чё, на их земле нету молока? И нету редстоуна? И нету алмазов? Капец, как они живут? О, молоттора, здравствуйте. Что-то необъяснимое происходит в этом Майнкрафте. Так, ребят, хорошие новости. Я вижу коровку, добываем немножечко молока. Ну а теперь погнали в шахту. А мне вот вообще интересно, какие способности будут у Капитан Марвел? Мне кажется, это безумно интересно. И, кстати, не забываем добывать булыжник для того, чтобы создать себе печки и всё плавить. Хотя, чё нам плавить-то? Нам только редстоун нужен и алмазики. Ну, по крайней мере, редстоун мы уже добыли, и это безумно круто. И на улице бьёт молния, это не к добру. Э, Крипер, не взрывайся. Я здесь, между прочим, алмазы ищу. Ладно, продолжаем искать. И, кстати, не забываем добывать кремень. Он нам тоже очень сильно нужен. А вот и он, спасибо. Ну и пока не забыли, скрафтим зажигалочку. Готово. Ребят, хорошие новости. Я нашёл алмазы, так что добываем их. И здесь у нас целых дофига штук. То есть нам даже хватит себе на кирочку. И по факту, ребят, задание завершено. Только нам осталось скрафтить просто редстоуновый блок. Готово. Теперь точно задание завершено. Так что крафтим ещё немножечко палочек. Создаём себе алмазную кирочку. Но я думаю, алмазный меч нам не понадобится. Ну, по крайней мере, он такой же по прочности, как и топор Кри. Так что добываем верстачок и погнали за обсидианом. А вот как раз таки он, как я его не увидел. Заделываем дырдочку. Ну а теперь добываем. Так, ну что ж, ребят, я добыл целых 13 обсидиана. Не знаю, почему 13. Просто число красивое. Ну а теперь мы можем отправляться наверх для того, чтобы завершать наш квест. Кстати, на улице ночи это немножечко печально. Ну да ладно, у нас прямо сейчас появится костюм Капитан Марвел. И мы получим невероятные способности. Только сначала со скелетами разберёмся, а то они сейчас меня отфигачат. Эй, скелеты не надо. Ай, пощальство, пощальство не надо. В общем-то, ребят, я справился со всеми скелетами, и теперь мы можем наконец-то завершить наш квест. Алмазик готов, ведро молочка готово и редстоновый блок готов. Так что относим всё это к главному Кри. Удачи, друг мой. Завершено. И мы получаем, во-первых, броню Капитан Марвел, а во-вторых, инъекцию, которую мы можем вколоть в себя. И мы получаем вторую строчку ХП. И также у нас есть плоть Кри, которую мы можем кушать. Но она даёт нам тошноту. И, кстати, ребят, давайте смотреть наши способности. Их у нас всего две. Во-первых, это полёт просто с неимоверной скоростью. Здесь каньоны меня ещё тошнит, господи, можно, пожалуйста, не тошнить. Но, кстати, ребят, здесь указаны не все способности, которые у нас есть. У нас есть ещё несколько разных способностей, о которых вы узнаете немного позже. Но, во-первых, мы безумно сильные. Допустим, скелета мы убиваем с двух ударов, а Крипера убиваем тоже с двух. И также у нас есть вот такой вот лазер, который позволяет нам стрелять. При помощи него, кстати, мы будем разрушать кристаллы Энда. Очень удобная штука. Так, в общем-то, ребят, давайте смотреть наши способности дальше. Первая наша способность позволяет сделать вот такую вот штуку. Мы просто замедляем время. Также мы можем его ускорить. Если мы ускоряем время, оно ускоряется примерно в несколько раз. И оно ускоряется и для меня, и для мобов. Нет, стойте, нужно замедлить срочно время. А то меня такими образами скоро раскусают. Также, ребят, у нас есть способность, которая позволяет нас полностью восстановить. И при этом мобы почему-то пропали. Не понял. Ну и давайте вернем время в привычное состояние. И также, ребят, у нас сангвинарь вампирис. А можно его убрать, пожалуйста? О, спасибо. В общем, ребят, есть способность, которая выдает нам силу. И сила выдается всего на 10 секунд. И при этом прибавка к силе просто офигенная. А еще мне нравится, что мы с вами безумно быстро умеем летать. Это безумно круто. Так, ладно, ребят, давайте проверим на каком-нибудь эндермене, какая у нас прибавка по силе. Или, допустим, на вампире. Как вы видите, я убиваю его с 5 ударов. Это мы уже проверили. Но если, вот видите, эффекта нет, мы перезаходим, эффект есть. И он всего на 10 секунд. Но мы можем его обновлять. Так что давайте попробуем на вампире. Бабац! И убиваем мы его с одного удара. Это офигеть как круто! Ой, ребят, за Кабинан Марвел играть оказывается очень круто. Так, сила слетела. Добавляем новую и продолжаем фигачиться. И, кстати, ребят, прямо сейчас у нас появилась новая способность, которая позволяет создать вот такую лазерную руку. И это что-то новенькое, мне это нравится. Кстати, при помощи этой штуки, мне кажется, мы сможем с вами поджечь портал. Так, змеюки, а ну пошли отсюда. Ладно, ребят, давайте с вами построим, наконец-то, портал. Так, немножечко промазали. А вот как раз-таки и понадобился 13-й блок, который я случайно добыл. Ну а куда ж без этого? Земля, андезит, бац-бац, и давайте под дожжем нашей рукой. Готово, супер, ребят, мне это нравится. Так, ну чё, погнали в ад. Капитан Марвел. Так, ну что ж, ребят, мы с вами в аду. И теперь единственное, что нам остается, это просто найти крепость. И, по-моему, я ее нашел. Или что это? Это просто стена? Чего, блин? Я такого раньше не видел. Ох уж эти ваши баги Майнкрафта. А нет, это крепость, все нормально. И здесь, кстати, у нас обитают ифритики, которых мы можем вот таким вот образом фигачить. Ну а как еще? Получай! А этого, кстати, я убил с двух ударов, потому что эффект силы закончился. Главное, не забывать его включать. И я только что получил новое достижение, чертоги страха. Логично. Ладно, погнали искать спавнер ифритов. А вот как раз-таки спавнер ифрита, который нам нужен. Так что давайте их фигачить. Ну и как вы понимаете, по классике мы с вами добудем 7 огненных стержней. Кстати, там еще парочку ифритиков, давайте ускоримся. Офигеть! А это не ифрит, это минотавр, я понял, до свидания. И, кстати, ребят, когда мы включаем полет, мне кажется, мы быстрее, чем флэш. Офигеть, просто-просто замерьте эту скорость, офигеть! Как вы думаете, это быстрее, чем флэш или нет? Напишите в комментариях. Ой, я шлем снял, так-то круче. И, кстати, мы получили вот этот клеверблейд. Неплохо. А вот и новые ифритики, так что давайте их фигачить. Четыре палочки в кармане. А вот и пятая палочка. Шестая тоже у нас. Ну и, наконец-таки, седьмая. Готово. Теперь мы можем отправляться с вами в обычный мир. И сделаем мы вот таким нехитрым способом. Мы просто сгорим в лаве. Так, ну что ж, ребят, теперь нам главное найти эндерменов, для того, чтобы их быстрее расфигачить. И я надеюсь, наш эффект силы поможет нам это сделать. Если мы будем убивать эндерменов с одного удара, это просто сказка. А, воришки ходят, похитители. Ладно, а можно, пожалуйста, ночь? Спасибо большое, супер. И теперь погнали на поиски эндерменов. Надеюсь, мы их найдем очень быстро. Но благо мы умеем с вами летать с космической скоростью. Домик, тебе нормально? Нормально. А вот как раз-таки эндермен, который нам нужен. Так что да, ребят, мы убиваем его с одного удара. И, по-моему, я не успел подобрать ока эндера. Его взорвал крипер. Спасибо. И на меня еще похитители бегут. Эй, ребят, давайте-ка вы этот. До свидания. И ты че, похитительница, ё-моё. Ладно, ребят, как только я добуду нужное количество эндерперлов, мы продолжим. Так, ну что ж, ребят, я добыл нужное количество эндерперлов. Я здесь немножечко полетать решил просто. И в лес вампиров забрел. 14 эндержемчугов. Я думаю, нам этого хватит. Так что, ребят, переделываем быстрее огненные стержни, соединяем с эндержемчугом и погнали искать крепость. Знаете, этот я даже подбирать не буду. Просто фигачим туда. Ой, я случайно один еще выбросил. Ладно, надеюсь, там в портале уже будут встроены. Иначе будет обидно. Ребят, не пролетел ей тысячи метров, блин. И вот здесь вот нам нужно копаться вниз. И знаете что, ребят? Очень странно, что капитан Марвел получает урон. Кстати, давайте, блин, я случайно замедлил время, надо ускорить. Вот, ускоряем. Все, ребят, мы нашли все, что нам нужно. Возвращаемся к обычному времени. И знаете, что странно? Странно то, что мы с вами получаем урон, когда нас бьют. То есть мы все-таки не бессмертные. И, кстати, обычную инъекцию я думаю выбросить, потому что... О, спавнеры фритов? Ой, каких фритов? Пауков, что ты тут делаешь? Это что-то новенькое. Так, ладненько. Мне просто портал нужен. Где портал? Так, ребят, а вот как раз таки и портал. И здесь встроено целых три ока. Супер. Так, чешуйницы, вы меня куда хотите столкнуть? Вы молодые люди, это извинитесь. Ладно, вставляем быстрее ока Эндора для того, чтобы расфигачить Эндора. Ну, дракона. Так, ну что же, ребят, мы в Эндер мире. Во-первых, мы можем с вами летать. А во-вторых, у нас есть вот такие вот лучики, которые разрушают кристаллы. Но знаете, все-таки быстрее будет вот таким вот способом. При помощи нашей супер-руки. А, ребят, это будет проще простого. Просто раз, два, три, блин, и все. Все, кристаллов, как не бывало, очень удобно. И остается последний, готово. Ну, а теперь, ребят, мы можем фигачить самого дракона. И, кстати, наши вот эти вот пульки и так далее, хп ему никаких не сносят. Если мы бьем его просто рукой, мы сносим ему довольно-таки мало. Но если мы включаем усиленный режим, мы снимаем ему гораздо больше хп. Ну, ребят, слушайте, мне кажется, убийство Эндер Дракона будет просто безумно простейшее. Так, дракон, вы меня, конечно, извините, но мне нужно вас быстрее расфигачить, потому что я хочу пройти Майнкрафт уже за Капитан Марвел. А если мы еще и мечом будем бить, то все, ребят, последний удар остается и дракона больше нет. Все, ребята, новое достижение, освободите Энд. Это было элементарно. Если бы был топ самых простых персонажей, за кого можно пройти Майнкрафт, то я на первое место поставил бы Капитан Марвел. Потому что безумно легко можно разрушать кристаллы, также можно угорать над Эндерменами вот таким вот образом. Просто бедные Эндерменчики, да, до свидания, и тебе до свидания, и ничего они нам сделать не могут. В общем-то, ребят, как вы поняли, сегодня я прошел Майнкрафт за Капитан Марвел. И если вам понравился этот выпуск, то обязательно влепите лайк, ну и не забывайте подписываться на канал. Ну а с вами был Скрэч, всем удачи, всем пока!